Салам алейкум, да стар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегеря, а вот это реакция на сериал Омир. 13 серия, хотят усыновить Омира. Кто же это может быть? Серик? Было бы круто, давайте посмотрим. Сколько серий-то у нас в сезоне? 16? Я думал 8, потом думал 12. В общем, есть два пацана, Макс и Мура, я у них закупаю зеркала. Вы давайте поешьте, поиграйтесь, отдохните, сделайте уроки, хорошо? Хорошо. Я к часикам восьми вернусь. Держи, Омир, это тебе. Зачем? Ну, их подарил мне мой папа, он сказал, один оставит себе, а один подарит своему другу. Ты просто разведись и все, обоюдно, она не против будет, отвечай. Типа, завалить, убьете его или калай? Может это проверка была? Возьмите, убьете его, потом уже дадут, у вас будет больше проблем, полиция аз деп деген деген деген. Проблем будет больше, если этот чичегол спарит нас. Я же говорил, я церемониться не буду. Будем действовать по ситуации. Да, тюндым. Ну, сейчас разговорчик будет. Ты чего его защищаешь? У тебя была конкретная установка. Якобы подружиться с ним, а не по-настоящему. Да, мы не подружились, мы просто заобщались и все. Заобщались? Тогда же дело не в этом, это человек, это ребенок. Ты случайно не проболтался? Я не удрал же. Надеюсь. Ты же меня знаешь? Я изначально предупреждал. Не стоит впрягаться из-за какого-то щегла. А то сам будешь на его месте. Ну, все тогда. Так, примерно вам все понятно, да? Малей, ты это, за обиду позвони. Скажи, что он нам нужен будет. Просто повремя скажи. Все хорошо, братан. Короче, у нас цель сейф. Все бабки там. Когда с обид придет, я вам дам полный расклад. А пока отдыхать. Умир, ты домой пойдешь или здесь останешься? Да, домой пойду. Умир, держи язык за зубами. Не бри смогу дать? Нет. Хара, ма. Хара. Да. Все, босс. Он какой-то подозрительный. Напрягает меня. Братан, мне кажется, зря ты на него бочку качешь. Умир ровный пацан. Ему так же, как и нам деньги нужны. Тем более, он хочет вылечить сестренку. Мне кажется, он херней страдать не будет. Ну, не знаю. Как говорится, доверяй нам, поверяй. Под контроль. Алло, Сергей. Срочно нужно встретиться. Где вы? Там уколы больно поставить. Да. Вот эти тети. Ладно. Мен ларгай там хорошо. Что обшагну колдах, кат тывай масонде. И чтобы не рука есть, то же скажи. То же скажу. Умир рога. Мен кашанюке кайтамын. Кишкене боласын. Сосын, кайтамыз хорошо. Ну, мен жазылдым, ғой. Я ж не болею. Мен адай чуть-чуть. Менеде, чуть-чуть деген болмайды, ғой. Сен 100% кишто баба армайын жазылып шақсан. Сен еген қайтасын, иисусын күнде бит сазейміс. Менеде, сен маған күнде күйттіршім. Ата мен сен сағынам. Хорошо, мен сағын еді. Күнде егелем? Менеде, помниш, күдей, туы, көспа. Сөземен түсіме мамамен папа күрді. Мамамен папа? Олар не деді? Біз торт дедік. Иисусын я хачал асталасын, но не говорили, мы потом вместе будем. Всегда вместе будем. Аулар менсе, нәкасады бұланды күлады. Ладно. Да, еще папа сказал, что вот ты себя хорошо вял. Ладно. Ина, чуть-чуть потерпей. Менеде, шайдан Авалын. Мы обязательно виталий полетим. Слава пацанам дай. Хорошо. И как ты хочешь накопить? Здрасте. 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 Ты браудетый? Да? Ну хорошо, не будем маме мешать. Мы хотели, чтобы София поиграла. Позже к вам зайдем. Хорошо? Пойдем, София. Поиграла? Да. Добрый день. Семен ме бірге калшын? Менеден дюкорка ма. Семен касында бұл жын? Не. Маға, нәршат перми дүгаларянд. Вот же София с мамой лежит. Маүа, нәршат. Жамиля Ирлановна, все нормально? Что-то вы какая-то взволнованная. Да нормально. Что у нас там по Имамбаевым? Как у них обстоят дела? Пока никак. Вы же сами сказали, пока Дина в больнице, нужно переждать. Все, ждать не нужно. Я, так сказать, встречалась недавно с потенциальным клиентом. Клиенты на детей или на квартиру? Ну конечно, на детей. Как вы собираетесь забирать у них квартиру, если мы детей не забрали? В общем, я встречалась с иностранцами. Они приехали, чтобы усыновить детей. Хотят усыновить мальчика. Я им предлагала там несколько вариантов детей, но они все оказались за домовских. Их это не устроило. Они хотят такого, знаете, из-за обеспеченной семьи, здоровенького, красивого, умненького, чтоб с мозгами было, понимаете? Самое главное, они хотят его увезти из страны. Это сто процентов. То есть им нужен только мальчик? Ну да. Ну а как же на законном основании мы можем разделить брата и сестру Анны Райдиновым? Господи, Динара Маратовна. Ну ей богу, что прям как будто в первый раз. Детей разделить три секунды. Главное здесь бабло, понимаете? Столько бабла. Можем заработать и потом квартира перейдет в наше распоряжение. Угу. Но там же опекун дядя. У него же такие, такие же интересы, как и у нас на эту квартиру. Он сделает все, чтобы дети остались с ним, понимаете? Я даже вот недавно ездила туда. Думала какую-то зацепку найти. То ли его кто-то предупредил, то ли он правда за ум взялся. Но у детей были все условия. Да ради бога, я вас умоляю. Он же алкаш, вы же сами говорили. Да. О каких условиях идет речь. Понимаете, что мы столько бабла можем срубить, надо действовать. Тем более, я уверена, они увезут его из страны. Ну на чем же мне основывать отрицательную характеристику? Дядя будет против. Да я все продумала. Он же алкаш? Ну да. Алкаш, правильно? Ну, вы просто посылайте своего человека, собутыльника, так скажем. Он же ради бутылки водки на все пойдет. Они будут распивать, опьянеют, как обычно. Пусть произойдет какой-нибудь инцидент, драка, я не знаю, в конце концов, конфликт. Там поножовщина. Но самое главное, чтобы при этом была полиция, зафиксировала это все. Вот вам неотрицательная характеристика. Грубо говоря, вы хотите подставить их дядю, да? Ну почему же сразу подставить? Ну так, подвести преступление, понимаете? Вот, опекун, алкаш дерется, не справляется со своей работой. Ну, хорошо, надо подумать. А что здесь думать? Надо искать срочно собутыльника. И мерить нельзя. Надо быстрее все это делать. Мы можем такие деньги заработать, если мы сейчас не будем действовать. Сколько раз она вам сказала, что такие деньги они хотят заработать? Завтра начну действовать. Вот и правильно. Давайте, действуйте. Еще ж как удачно. Дина в больнице. Вот и все? Вы скажете, вот, мол, опекун не справился, не догрузил. Точно. Вот вам и характеристика отрицательная. Жамиля Ирлановна, я вас уже начинаю немного побаиваться. У вас в голове такие схемы? А не надо меня бояться. Поверьте мне, за 20 лет работая в этой сфере, и не такое можно придумать, не такие схемы. Я такое проворачивала в свое время. Слушайте, что-то прям аппетит разыгрался. Официант, можно? Саламу алейкум. У алейкум ассалам. Можно зайти? Заходи. Нет, это директориса тогда. Эй, если я пойду, на сквознях. Тебе чего, мальчик? Вы тут главный? Ну, допустим. Что случилось? Тут моя стрюка лежит. И Мамбаева Дина. Толун шипала тогда. Знаю. Можно я с ней переночую? Нельзя. Сперва заболеешь, вот тогда и положим. А на деле я коза трогал нас мне? Эй, Дина. Кишкентай? Раз. Они ровесницы? У нее диагнозы сложные. Сколько? Чеба сколько? Канчагирак ип. Сумбедник? Канчагшагирак. Вы же любите деньги. Менде бар берем. Давай айт. Айт выздавай. Эй, щенок. Синь не айт втасын? Малакасос. Одинга ханчезь будет разговаривать. Вшик кабинеттан. Интонацию поменяйте, ребенок же. А вы кто? Папа. Папа? А он разве не сирота? Здесь вроде бы опекун же ходил. Ну, значит я опекун. Надо положить мальчика возле его сестреньки. В чем проблема? По его просьбе я не могу. К пациентам мы подстроенных не запускаем. Чего? Каньсар. Отчество? Яркенович. Рассказать, как здесь у вас вся система устроена в больнице? А? Как вы своих родственников в ВИП-палату уложите? Рассказать? Или по звонку Акимата. Любого начинаете капать здесь. Даже если он после похмелья пришел. Сейчас депутата сын пусть будет. Вы прям с обхода его будете встречать. С плакатами, шариками. Это все рассказать? Слушайте, будьте человеком. Он же вас немного просит. Просто пусть полежит возле своей сестреньки. Он переживает. Вы мне что, угрожаете? А что, по мне не видно? Я же вам конкретно угрожаю. Вы хотите проблемы, я вам сделаю проблемы. Вот сейчас да. Сделать вам проблему? Ну, я не знаю. Брак палататан дешкайка шикасан. На Адамдар койрт поймасан. Еще один момент. Я на Трустап каранда. Я на медистралар на Айдендар. Угол нормально сасан. Понятно? Лишка морспасан. Гереть. Айтам, медсестраларва. Айтамдар? Салонс. До свидания. Можете, когда хотите же. Ты тоже не наглядь. Салонс. 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 У меня проблемы. У меня проблемы. У тебя проблемы мало, что ли? Что за проблемы? Помните, мы с Габерой толпа балают урлать тему, а? Нет, не помню. Потому что ты мне ни хрена не говоришь, поэтому у тебя проблемы. Ладно, не важно. Уллар, уллар. И они хотят ограбить одну квартиру. И заудыну, ишнедегі балан ултыр кетуге. Что ты не ищешь? Гонишь, что ли? Не выспался, что ли? Сера, ага. Мен олармен берге разведкада болдым. И оларның бүгіл планым блем. Она балан қалай ултыретін. Квартираға қашан баратын. И сейфты қалай ашатын. Бәрін естевалдым. Какая разведка? Какой сейф? Камды ултырен не деватсын сен? Короче. Стопудов. Она орллар. Она орлларң бастала. Деда дәл трет. Это прям дүзпайд информація. Деда гардер, бродденьке, бродденьке, че ты там усожни, че за хэл ты мне говоришь, умер? Давай нормальн, по-человечески, спокойно. Все раха он, кореш, агмел бұлай. Слушайте, джиги, они сегодня в 2 часа дня залетят. Они эту хату месяц спасли. Там нормальные ребята, профессионалы. А информация точно достоверная? Конечно, 100%. И откуда информация? Он хатист, братан. Эх, не так, ты говоришь, что это? Он на учете стоит, он врать не будет нам. Не, ну мы же должны знать, откуда потом информацию высасывать. Вдруг фуфлыжник какой-нибудь. Я тебе еще раз говорю, это не фуфлыжник. Этот мальчик у меня на учете стоит. Не в его интересах нас обманывать. Он сам боится. Что с ним завтра что-то случится. И эти пацаны, они профессионалы. Это ОПГ, оно в новом месте. И зеркала ваши, 100 пудов они крали у вас на районе. Слушайте, за два месяца две квартиры ставили. Может это они? Давай я сейчас Диаса найду, пусть Опергруппу соберет. Возьмем их, а? Конечно. Смотри, Серик, если информация ложная, все стрелки на тебя пойдут. Слушай, на кого стрелки поветят? Или кого завтра повысит, время покажет. Давай не будем. Это Диаса никогда трубку не берет, когда надо. Ты давай точный адрес запиши тогда. Я сейчас пойду, эту Диаса найду и сам Опергруппу соберу. Что записывать, да? Я уже все записал. Вот адрес. То рай выиграла, да? Как раз наш район. Ну это не самый сложный сейф, но и не самый легкий. У этих сейфов механизм проблематичный. Да братан, мне п*** на этот механизм. Ты мне конкретно скажи, сколько по времени будет. Ну минут сорок, не меньше. Ну все тогда. Главное тихо зайти. Носом до восьми время будет. А что сумма большая там? Ну, приличная. По моей информации, там больше сто тысяч долларов. А, ну, нормально. А то случай был, сейф скрыл. А там 12 тысяч тенге. Больше занес, чем вынес. Да не, у нас тут все ровно. Теперь самое главное. У нас достаточно времени, так что не нужно будет торопиться. Шуметь. Замктулой. Собить сейф тоже ватханаси, до людей гонохомбаться отталп шумер. Там много чего интересного. Нет, братан. Ваим дома мы сами внутри все отработали. Ага. Все хорошо. Как заходить, я вам объяснять не буду. Там жидкий азот, оно много. Собить сам разберется. Главное, грамотно оттуда уйти. Собить. Принциплина. Выходить будем по очереди. Понятно? Молодец, Сосн сын. Хорошо. Макс Мура. Сосн сындер. Алихан. Все, братан, понял? А мне что делать? А ты все сделал уж. Так что, я мало версинга. А что он делал? Да у нас он разведчик. Все фотки с хаты он делал. Угу. Братан, айт Пахшана щегол вместить не мог? Просто позвольте его на улицу гулять и все. Брэнер сен хайт лавайт аверс нэм. Что, братан? В смысле, его сразу делать или просто припугнуть? А что, там кто-то есть, что ли? Да, п***но. Гумер меня сверчил, вар. Я забыл тебя предупредить. Э, нет, так не пойдет, ребята. Надо сразу избавляться. Сейчас он лица запомнит, и все. Сколько пацанов из этого ушло. Отпустите, а он потом ментам сольет, и все, хана. Понял, братан, сделаем. И умер. Сьюга, хотя версище, кирюкезы шахар ламс. Я не понимаю, почему просто нельзя ребенка позвать на улицу? А, наверное, потому что он один дома. С ним тоже надо отдыхать. От него все можно ожидать. В смысле, братан? Его тоже нужно будет завалить? Нет. Он же может упасть. Ну, в канализацию, например, случайно. Или он может суицить сделать. Правильно? Или случайно его может машина сбить. Ну, ситуация какая-то. Просто к чему фантазию его сверли, и все. Жесткий. Э, не улыбархтан, козем бахры. Давайте все, соберитесь. Все, братан, сделай. Не сделайте. Походу, нет никого. Ну, что, пошли тогда. Там же чего может быть. Ну, может быть, в туалете, кто знает. Пошли. А там, ковы, нет? На ветки, смотри. Понял. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Делал DimaTorzok 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 Вот, но Там был момент Такие бабки, такие бабки Мы такие деньги срубим Вообще заколебало Какие Какие Ее, ну допустим Она Как бы С чего Именно поимеет Ну там же речь шла не конкретно о квартире Об усыновлении Типа за деньги Усыновляют Тоже что-то я как-то Не въехал в этот момент Ну наверное Потом уже речь только о квартире зашла Но Изначально было то, что надо сплавить этого мальчишку Тем и америкосом Каким-то Вот Классный момент был С главврачом в больнице И то, что Серик Представился его отцом Тоже короче Ну забавно Все раскидал по полочкам И вот вопрос Мир короче ему накидал Схему Как Что произойдет Тот пошел к ментам Все это сказал Менты в конце сидят И никак не спалили Этих воров То, что за кто-то проник Если бы Они знали Где Какой дом Адрес Квартира То они бы в соседних Квартирах Засели И у меня было Такое ощущение Когда они заходили Мне казалось Что одна дверь Там приоткрыта Вот Но они сидят И ждут И не могут найти Понять Где Что Уже Три часа И в этот момент У меня появилась Мысль Типа А может Томир Не тот адрес Сказал Специально Чтобы Сбить Да Хотя Зачем Это надо Короче Вот Какая-то Непонятка С этим Но у меня Просто эта мысль Так Залетела В голову И вылетела Так что Идем дальше Короче Сейф Надо Взламывать Где-то Минут Сорок Поэтому За это время Они будут Вытаскивать Все вещи Беспаливо Ну Сейчас день Как бы И возможно Да Возможно Не спалят Но то Что еще И от мальчики Хотят избавиться Это вообще Конечно же Скач Типа Ну Вроде Ты ему Доверяешь Изначально И он подписался На это дело И ему Деньги Нужны Но сейчас Ты хочешь С него избавиться Что-то Какой-то Ты стрёмный Короче Типа Как его Кайрат Не понравилось Ну да Дверь там Закрыта Все Че По Непонятке ХЗ Че будет Следующей серии Я надеюсь Она будет Финальной Как вам Пишите в комментариях Ставьте лайк Этому видео Подписывайтесь На канал Если не подписаны Спасибо за внимание Всем пока Субтитры Субтитры Субтитры